Здравствуйте! Вы смотрите программу Работа. И сегодня у нас в гостях инициатор движения Экотусовка, а также координатор проекта Чистые Игры Антон Батраков. Антон, добрый день. Добрый день. Что за... Вернее, давай начнем издалека совсем. Почему вдруг экотусовка, чистые игры, ну я так понимаю, все связано с экологией. Почему вдруг экология? Ну на самом деле все просто. Я тот человек, которому не нравится, как многим другим, что вокруг нас валяется мусор, что такая печальная экологическая обстановка. И лично мой глаз очень сильно резало, поэтому я, так скажем, решил, мне понравилась идея совместить активный отдых и как раз экологическое движение. Я даже расскажу про историю, как это все зародилось, как пришла идея. Мы с друзьями поехали в Тольятти на пикник. И нас там пригласили, так скажем, не только на пикник, но еще провести субботник на берегу Волги. Мы приехали в Тольятти. И у меня такая мысль возникла, как бы, в Ульяновске не проводим субботники, а в Тольятти на субботник поехали. Как-то нелогично получается. И после субботника мы играли в лучные бои. То есть это Арчибальд, на концах стрел такие мягкие подушечки, чтобы было, соответственно, не больно и не травмоопасно. И после того, как я вернулся в Ульяновск, мне очень понравились Жигулевские горы, природа Тольятти. И я подумал, ну что лично я могу сделать для нашего города. И, соответственно, как бы все сложилось, и пришла идея совместить как раз экологию и активный отдых. Ну то есть все начиналось с такой активной жизненной позиции все-таки, когда возникла мысль, кто если не я. Да-да-да, я стал думать, что лично я могу сделать. Я не могу не изменить, не улучшить асфальт, не улучшить архитектуру в городе, но я могу изменить экологию. Я четко это понял. И после того, как я пришел с работы, эта мысль возникла у меня, когда я шел на работу. Я уже создал пост, написал о своей идее в соцсетях, собрал больше 80 репостов. Там реально большой охват людей получился, и люди стали увлекаться писать, что мы там можем предоставить оборудование совершенно бесплатное, под музыку убираться веселее. Мы готовы поучаствовать в мероприятиях. И вот все как-то так пошло-пошло, и там буквально мы через неделю первое мероприятие организовали. Оно было небольшим, там было порядка 20 человек. Но что самое приятное было, наверное, что примерно 60% участников я не знал. То есть абсолютно незнакомые люди. Да-да-да. То есть на каждое последующее приходило порядка 60% совершенно незнакомых, которые до этого не были ни разу. Ну, соответственно, наверное, после первого мероприятия на второе приходили уже те, кто был на первом, плюс новые незнакомые люди. Ну, не все, потому что это мероприятия проходили летом, и летом много народу уезжает периодически. И летом, как я понял, что все-таки народ собирать достаточно тяжело. Потому что основной, так скажем, пул мероприятий у нас проходил осенью. Их порядка было даже шести. А летом у нас всего два мероприятия прошло. Вот. И чем чаще мы стали проводить, тем больше людей стало к нам обращаться. Что там и вот тут бы хорошо устроить, и мы там готовы участвовать, еще что-то. Ну, вот контингент, кстати, из приходящих людей. Это, я так считаю, раз уж связано все и завязано на какой-то еще дополнительно активный отдых, я так думаю, молодежь. Не совсем так. Не совсем. Да. Приходят и молодежь, и школьники, приходят и молодые, так скажем, родители, и не очень молодые родители с детьми. Вот. Приходят педагоги там с каких-то учебных заведений, причем со студентами. И студенты приводятся добровольно, а не там в принудительном, так скажем, порядке. Вот. И все остаются очень довольны. И после там мероприятия они там говорят спасибо, это было реально очень круто, это был реально полезный и классный отдых. Самый полезный выходной. А вообще, как считаешь, вот, ну, складываются у нас весной проводятся там общегородские субботники, многие считают это пережитками прошлой эпохи, когда, ну, чего выходить на улицу убираться, пусть кто-то другой это делает. То есть, вот сейчас есть проблема донести до молодежи, что, вот, ребята, именно вы можете исправить ситуацию? На самом деле проблема есть. Вот, буквально неделю назад выступал на одном из мероприятий в Оксаковке. Там было порядка 50 студентов из средних специальных учебных заведений. И был не только я, там было порядка еще трех спикеров. И активности вот на самом мероприятии вообще никакой не было. То есть, там на вопрос, там, а могли бы вы, либо там, а участвовали ли вы, то есть, ну, никто не поднимал руки. Они тихонько сидели, слушали, но никак не участвовали. И проблема реально есть донести, что именно роль личности, точнее, личная ответственность, она очень важна, и реально существует такая проблема. Как выбираются территории, куда, так скажем, высаживается ваш десант? То есть, как-то обрабатывается информация в целом по городу, самые сложные участки, где-то жители просят? На самом деле, это тоже отдельная история, потому что тоже расскажу, как мы выбирали участок перед уборкой на Чистых Игр. Порядка, наверное, 8 мест я съездил лично. Абсолютно там все обошел, потому что много факторов влияет на выбор места. Это и подъезд к грузовой машине, чтобы можно было вывезти мусор, и электроснабжение, и другие, так скажем, параметры. То есть, это количество мусора, потому что на Чистых Играх участвовал порядка 100-130 человек. Если там мусор будет мало, то люди останутся недовольны. Вот, и мы обрабатываем информацию и от других источников, то есть, мы обращаемся к администрации и к управлению по экологике, к отделу, как и палате, так скажем. Вот, и с народом общаемся, и вот всю эту информацию агрегируем, обрабатываем, сами ездим и уже непосредственно сами выбираем. Ну, вот какие места прошли, я помню, разве что, по-моему, на Голубом озере, вот там была одна из акций. Где еще вас можно было заметить? На Голубом озере мы, на самом деле, проводили две акции, вот, и мусора там осталось еще на несколько, порядка, наверное, пяти. Вот, а также мы убирались на Черном озере, потом убирались на берегу Свияги, сажали деревья и убирались в парке Прибрежном, за парком Прибрежном, вот, и, наверное, все. Потому что на Черном озере мы проводили несколько мероприятий тоже, как и на Голубом озере, потому что периодически, периодически мусор там появляется в большом количестве. Ну, то есть, все равно, я так понимаю, места выбираются такие, где все-таки люди привыкли, так скажем, отдыхать, куда ходят, куда выходят с детьми, на велосипедах, может быть, катаются, в целом просто выйти, насладиться природой, правильно ли? Да, максимальное количество пребывания людей, оно, соответственно, и сказывается на окружающей среде. Потому что то же самое Черное озеро, когда мы в последний раз убирались, там было порядка 50 отдыхающих, и мы буквально там чуть ли не через них перешагивали, чтобы там собрать этот мусор. И люди отдыхали буквально в метре от мусорной кучи и делали шашлыки. То есть, и много народу было с детьми, и их не смущала вот эта окружающая обстановка. Люди нормально отдыхали. Никто не изъявил желания присоединиться, там, глядя, как люди пришли, убираются и при этом получают удовольствие? Буквально одна женщина, наверное, взяла у нас мешок и сказала, что я сама за собой это уберу. Все остальные только смотрели, удивленные, спрашивали, вам за это деньги платят? А, все упирается, то есть, в такую меркантильность людскую. Если бы мне платили деньги, я бы, может быть, и не мусорил. Вот тогда давай посмотрим на ситуацию. Я так понимаю, там нет в округе урн, мусорных баков, поэтому просто люди не хотят с собой мусор уносить? Там есть мусорный бак на выходе, так скажем, с территории Черного озера. В принципе, реально сложить в пакет мусора и донести до этого бака. Я бы не сказал, что все упирается в это, все упирается в воспитание, так скажем, в какие-то устойчивые уже мысли, наверное, какие-то идеи, как их воспитали. Да, и вот все вокруг этого. Ну, может быть, уже менталитет сложился, что поотдыхал я, вроде никто не увидел, вроде тут и немного. Это, конечно, странно, но, не знаю, наверное, присуще только нашим людям, потому что в Европе вроде бы чисто. Ну, это только вроде бы, я думаю. То есть, есть к чему стремиться. Да. Как считаешь, можно изменить вот именно менталитет отношения человека, то есть, и если можно, то какими методами? Я думал об этом. Перед тем, как вообще что-либо организовать, как раз была идея изменить менталитет людей, но не за один год, а за 5, 10, 15 лет. Но над этим нужно работать, и вот как раз глобальная идея была изменить менталитет народа. Вот, какими методами? Мы также планировали и проводить массовые мероприятия, чтобы народ видел, что другие убирают, что убирают за ними простые люди, не за деньги, что не стоит загрязнять окружающую среду. Какие результаты из этого выходят? Один бросил банку, второй бросил, и вот так образовываются кучи и несанкционированные свалки. Вот, помимо этого, это и социальная реклама, и СМИ, и печатные СМИ, и телевизионные СМИ. То есть, абсолютно все, так скажем, каналы планируются применять для того, чтобы постепенно-постепенно менять менталитет людей. Общаться как раз и со школьниками, и с студентами, как раз вовлекать их в наши мероприятия, для того, чтобы они сами через себя прочувствовали, что это такое. И вот, смотри, проект «Чистые игры». Я как понимаю, любая игра подразумевает под собой, что должен быть победитель. То есть, вообще, как организованы «Чистые игры», что там происходит, и как там можно победить? «Чистые игры» — это соревнования по раздельному сбору мусора. Победителем, на самом деле, является каждый, кто пришел, потому что он уходит оттуда не с пустыми руками. А так, у нас есть, конечно же, места — первое, второе, третье, есть разные номинации. И люди, которые приходят, они попадают, так скажем, в шоу, реально в соревнования. Потому что мы приглашаем и профессиональных ведущих, и оборудование, и там шатры. То есть, у нас абсолютно все есть вот эти предметы, которые соответствуют большому ивенту. Вот. И мероприятие проходит, наверное, порядка трех часов. Там есть и фитнес-зарядка, есть и какие-то мастер-классы. Вот лично мы приглашали фитнес-тренера, который проводил зарядку, и девушку, которая нам устраивала танцевальный мастер-класс. Планируем в дальнейшем и там курсы скорой медицинской помощи. В этот раз мы приглашали Центр СПИД, чтобы еще больше, так скажем, ценности дать. И вот Центр СПИД, скажем, проводил экспресс-анализ на ВИЧ. И больше 50 участников как раз дали анализ. И, слава богу, там все здоровы оказались. Ну, это как, командный вид спорта или личный зачет? Это да, это командный вид спорта. Команды разделяются на, ну, по четыре человека. И как раз участвуют, они выбирают свое название. Соответственно, им выдаются специальные бейджи. И за каждый отдельный вид мусора, например, за металл дается 3 балла, за стекло 2 балла, за пластик 1 балл. И потом в общем зачете считаются все эти баллы и как раз награждаются победители. Ну, то есть, в любом случае, там в конце приезжает машина, все это скидывается туда. Все по-серьезному. Тогда теперь о движении ЭКТУСОВКА. Вот это, я так понимаю, оттуда вырос и проект, и прочее. То есть, это объединение людей, которые задались целью сделать город чище? Ну, изначально ЭКТУСОВКА состояла только из меня одного. Вот. Потом, соответственно, стали увлекаться люди, постоянно участники, стали помогать друзья. Какие-то люди, которые участвовали в наших мероприятиях, стали также организаторами. Вот. Но сейчас существует проблема, что, ну, недостаточно профессиональных людей вот именно в направлении организации. И мы ищем, призываем всех присоединиться к нам. И в следующем году будет намного масштабнее, намного серьезнее. И социальную, так скажем, пользу мы планируем принести намного больше. Вот. Потому что это будет не только проведение мероприятий. Мы планируем установить более тысячи социальных, так скажем, рекламок формата А4 на те же самые деревья, на столбы. И особенно там в те места, где люди отдыхают, и образуются большие там горы мусора. Потому что, так скажем, просто табличка не мусори, она ни о чем не говорит. А вот если человек там увидит, что там такого-то числа здесь убирались волонтеры и вывезли там 325 мешков мусора, у него возникнет мысль, что, ну, наверное, не стоит. Потому что обычные люди убираются. То есть, так вот, к совести призвать? Ну, так скажем, да. Это хорошо. А вот, соответственно, как попасть в Экотусовку, где найти? Основной ресурс у нас находится ВКонтакте. Это группа Экотусовка. Таких в России больше нет. Вот. На данный момент там состоит порядка 666 человек. Но она очень активная. То есть, буквально расскажу о случае из последних. Три дня назад разместили информацию о том, что у нас появились урны для сбора ртутных лампочек, как раз вот, энергосберегающих. И, как ни странно, порядка 40 репостов было и больше 100 лайков. То есть, это с маленькой группы, которая, по большому счету, не имеет огромной роли в городских масштабах. Но народ реально увлечен. Народ реально волнует эту проблему. И это актуально для всех. А вот как попасть уже на сами мероприятия? То есть, в группе проходит информация? Как собираетесь? Как выдвигаетесь? На самом деле, к мероприятию готовимся, ну, если оно серьезное, то порядка месяца. Но у нас такого еще ни разу не было. Потому что все так спонтанно получалось. Про те же самые чистые игры я узнал из видеоролика, который мне прислал друг. И через два дня я уже подписал соглашение на их проведение. Потому что это социальная франшиза, там есть определенные правила. И буквально за две недели мы организовали это мероприятие. Было более ста участников. Более 15 спонсоров у нас было. То есть, мы плотно работаем с бизнесом. Потому что с администрацией, к сожалению, у нас не получается работать. Она нас не слышит. Как ни странно. Хотя, вроде бы, как минимум лопаты, я думаю, во всем Ульямовске они могли бы найти, попользоваться. Но мы обращались и в комитет ЖКХ, и в управление по благоустройству, и в администрацию. И где не было лопат. Как ни странно. Так надо было грабли просить. Может, грабли есть, метлы. Не знаю, что там еще надо для уборки. А бизнес, то есть, поддерживает. Бизнес, да, поддерживает. Он чувствует свою социальную ответственность. И реально вовлекается. Его тоже это волнует. Потому что люди живут в этом же городе. Но вот сейчас осень, уже завтра... Ну, уже вот она, зима. По факту. Соответственно, ляжет снег. Тут немножко придется как-то подождать, накопить сил до весны. Или зимой все равно будут какие-то акции. Потому что, ну, все равно мусорят всегда. Мусорят всегда. Но зима не самое лучшее, на самом деле, для... На самом деле, время для уборок. Вот. Поэтому сейчас мы будем заниматься написанием проектов. Для того, чтобы в дальнейшем наше движение росло. Чтобы все мероприятия становились еще серьезнее. Вот. Так же мы будем участвовать в общегородских различных экологических мероприятиях. И так же выступать в школах. И на других событиях. Для того, чтобы просветить. Рассказать про наше движение. Рассказать про раздельный сбор мусора. Потому что государство тоже уже начало понимать, что это необходимо. И я думаю, что к 2025-му повсеместно будет внедрен раздельный сбор мусора. И население нужно обучать ему. Как раз вот проект «Чистые игры» призван к тому, чтобы люди начали вовлекаться, привыкать через игру к раздельному сбору мусора. Ну вот одно дело, раздельный сбор мусора, так скажем, который уже на мусоре. Но ведь надо начинать, я так понимаю, все равно с квартиры, с дома. Чтобы уже сразу он у тебя был отсортирован. И ты выбрасывал их в нужные контейнеры. То есть в этом плане, как у нас движется и движется ли. И вообще можно ли человека нашего, опять-таки затрагивая темы менталитета, который привык выкидывать все в одно ведро. Заставить завести трит. Я думаю, можно. Многие даже готовы к этому. Ну, как минимум, я думаю, 50% населения к этому готовы. Но, к сожалению, сейчас опирается все в логистику и в инфраструктуру. Потому что баков для раздельного сбора мусора в Ульяновске я не видел ни одного. То есть даже элементарно сеток для сбора пластика я не видел. Хотя говорят, что есть несколько у нас в городе. Сетки для сбора пластика для бутылок, да? Да. Есть в железнодорожном районе, как раз там аллея героев, по-моему, напротив администрации районной. Там вот точно есть. Точно видел, сам туда выкидывал. Но я, к сожалению, ни одного не видел еще. Но опирается все не только в эти сетки. А вот как раз буквально три дня назад прилетел с форума с Питера, где встречались все кураторы чистых игр. И в Петербурге, и в Москве в аэропортах, так скажем, баки для раздельного сбора. Как раз и там инструкция, какой вид, куда нужно выкидывать. И вот я думаю, что нужно как раз двигаться в этом направлении. И все силы, ресурсы тоже, так скажем, агрегировать для того, чтобы решить вот эту вот проблему. Я так понял, как раз начал заниматься третьим летом, то есть первые две акции. Сейчас есть возможность начать в самое что ни на есть нужное время весной. То есть уже прикидываете, какие места, туда же вернетесь, где были, или уже что-то новое будет? Места будут разными, форматы мероприятий тоже будут разными. То есть это будут и чистые игры, и эко-тусовки, потому что эко-тусовки – это все-таки, так скажем, мини-формат, там до 50 человек. Вот, он позволяет и пообщаться лично, и познакомиться с людьми, и поучаствовать самому в мероприятии. Потому что формат чистых игр мне не позволил, так скажем, насладиться всем удовольствием и адреналином, который был вот у тех участников мероприятия. Вот, поэтому форматы будут разными, цели мероприятий тоже немного отличаются, вот, но мероприятий будет много, я думаю, они будут почти каждую неделю проходить в разных районах города. И мы хотим организовать несколько мероприятий, то есть их порядка будет, наверное, 5-10 одновременно в разных точках города. То есть при этом, как-то, наверное, поддерживая между ними еще связь для, так скажем, подстегивания интереса. Да. Потому что, когда тебе говорят, что, а вот в железнодорожном районе ребята ударнее работают, чем вы, у них там все веселее, и как-то уже задевает. Ты тоже убираешься, а там кто-то это делает быстрее. То есть все равно на соревновательность такой упор серьезный делается. Да, опыт такой уже был, и вот мы хотим попробовать у нас в городе. И вот вопрос, понятно, то есть вот, ты уже сказал, что там центр спит, приглашали фитнес-тренера, танцы. То есть интерес надо подстегивать, то есть еще вот какими-то такими мероприятиями. То есть что уже заготовлено, чего ждать ульяновцам весной? То есть какие сопутствующие, так скажем, эленты будут проводиться? Хороший вопрос. Весной у нас будет проводиться, наверное, в первую очередь, если говорить, чистые игры. И вот в рамках чистых игр у нас, ну, планируем пригласить музыкальную группу уже. То есть это будет не просто диджей, это будет выступление. Вот, мы планируем летом провести экофорум, так скажем, экофестиваль. Вот, и на экофестиваль уже пригласить очень много различных и движений, и, так скажем, людей, которые любят свое дело и занимаются им. То есть это и, там, не знаю, и лучники, и те люди, которые изготавливают что-то руками. Вот, те люди, которые увлечены нашей, так скажем, древнерусской культурой. И, вот, людям показать всю красоту нашего мира вокруг, природы и нашей русской души. Тогда вопрос, как вот разграничить, что, потому что, понятно, кому-то больше будет интересно выступление группы. То есть, вот, как суметь так организовать время, чтобы на самом деле люди, вот, послушали музыку, ну, и дальше продолжили убираться. А они такие, нет, я хочу еще, мне тут вот показывают, как стрелять из лука, я хочу стрелять из лука, я не хочу убираться, я пришел ради этого, на самом деле. Ну, на самом деле, все, так скажем, площадки, они будут проходить параллельно. Вот, и человек, если ему интересно что-то одно, он будет оставаться на этой площадке, там, все свое время. Если ему интересно что-то еще, он будет просто гулять по всей территории и, вот, как раз, увлекаться в разные-разные-разные направления. То есть, все-таки, кому что по душе. Да, да. Ну, и, вот, в России был год экологии, поэтому, не могу не спросить, вообще, хорошее начинание, нужное, как, знаешь, может быть, какие-то результаты, что сделано, как он прошел? Ну, когда мы начали проводить мероприятия, мы даже не знали, что у нас год экологии, поэтому мы проводили не под эгидой годы экологии, а вот именно под теми проблемами, которые уже накопились, и они видны, так скажем, всем людям. Вот, если говорить, что сделано, было проведено 8 мероприятий, более 300 человек поучаствовало в них, было собрано более 800 мешков мусора и привлечено больше 25 спонсоров. То есть, мы понимаем сейчас, какие у нас есть зоны роста, какие, там, моменты мы вообще упускали, и, вот, так скажем, все вот эти мероприятия, которые проходили, они создавались на коленках. Вот, хотя, может быть, они выглядели так шикарно, они реально доставляли удовольствие людям, приносили какую-то пользу, но делались они на коленках. И в дальнейшем, вот, в следующем году мы планируем сделать это все серьезнее, на уровень выше, и помощь всех организаторов, там, с 38 регионов у нас уже будет. А, там, на уровень ПФО выходить, например, межрегиональная катусовка, приглашать ребят с соседних регионов? Да, отличный вопрос. Были идеи, как раз на экологический фестиваль пригласить лидеров движений различных, ну, экологических движений. То есть, это и лидер движения «Мусора» больше нет, и лидер пензенского движения, сейчас скажу, как оно называлось, по посадке деревьев. Не буду, не буду врать. Не важно. Да, неважно. И собрать вот всех этих людей, которые придумали, которые собрали кучу людей вокруг себя, которые продвигают идею и дают ценность народу и вообще всей нашей стране. Чтобы люди наши, наши граждане, жители нашего города познакомились с ними и тоже увлеклись, прониклись этой идеей. И если говорить про экотусовку, то планировалось реально сделать не только городское мероприятие, но и выходить в другие регионы и сделать так, чтобы в каждой, так скажем, в каждом регионе нашей страны проходила экотусовка. И мы готовы поддерживать, помогать всем, чем можем. Ну что ж, Антон, всяческих только успехов хочется пожелать в таком важном, нужном деле, чтобы на самом деле количество участников росло, чтобы люди действительно получали удовольствие, при этом делая общественно полезное дело, отдыхая и душой, и телом при этом на мероприятиях. А телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был инициатор движения экотусовка и координатор проекта «Чистые игры» Антон Батраков.